Ноябрьск-24 продолжает свою работу и сейчас о главных темах этой среды. Пройти сложно, проехать невозможно. На улице Ноябрьска вывели максимальное число снегоуборочных машин. Почти 200 студентов в колледже профессиональных и информационных технологий начались военные сборы. Золотое сечение итоги. Ноябрьске назвали имена лучших юных художников Ямала. На улице Ноябрьска выведено максимальное количество снегоуборочной техники. На дороге тротуара сегодня вышли 36 спецмашин, рассказали в администрации города. Они занимаются вывозом снега, расчисткой заездов, остановочных карманов, а также ливневых канализаций. Впрочем, из-за резкого потепления и луж, потопления избежать не удается. О проблемах на улично-дорожной сети можно сообщать дирекцию муниципального заказа. А вот дворы и придомовая территория – это зона ответственности управляющих компаний и ТСЖ. По данным коммунальных организаций, здесь вывозом снега сейчас занимаются также 3,5 десятка машин и тракторов. Жители Ноябрьска могут принять участие в создании будущего облика нескольких микрорайонов. В городе проходят публичные слушания по проекту планировки пяти микрорайонов А, Б, В, Г и С1. Это территория, находящаяся в границах улиц Магистральной, Энтузиастов, Республики и Проспекта Мира. Сам проект уже разработан и ознакомиться с ним можно на официальном сайте городской администрации. Проект предполагает строительство домов, дорог, коммунальных сетей, а также создание зеленых территорий, скверов и коммерческих объектов. Замечания и предложения принимаются до 30 апреля в Управлении архитектуры, а 21 апреля в Руси состоится собрание жителей города. В ноябрьске в здании налоговой инспекции начал работать пункт, где можно получить ответы на вопросы, связанные с декларационной кампанией. Специалисты службы консультируют с понедельника по пятницу. Налоговики объяснят, кому нужно отчитаться о доходах, как заполнить декларацию и как получить налоговый вычет. Попасть на прием можно в порядке живой очереди и по предварительной записи. Консультационный пункт будет работать до конца декларационной кампании, то есть до 30 апреля. Консультационный пункт работает с 9 утра до 12.30. Единственная у нас сейчас сложность по понедельникам мы принимаем с 12 часов, потому что до 12 оперзалы и здание инспекции обрабатывается в рамках борьбы с ковидом. Ноябрьский пьяный мужчина напал на полицейского. Как результат, горожанин теперь имеет судимость. Инцидент произошел в подъезде жилого дома. Наряд полиции приехал туда, получив сообщение о поджоге. Находившийся в подъезде нетрезвый мужчина включил камеру мобильного телефона и стал снимать работу правоохранителей. В какой-то момент ему не понравилась маска на лице полицейского. Алкоголь здесь повлиял на действия, на поведение подсудимого. Он начал требовать, чтобы тот снял маску, на что он ответил отказом, поясняя, что не может присутствовать большого количества людей и введенных в ограничительных мер снять маску. Тогда мужчина, предупредив о том, что сейчас ударит сотрудника полиции, угрозу свою привел в исполнение. Теперь 52-летнему жителю Ноябровска предстоит выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. В колледже профессиональных и информационной технологий начались сборы по основам военной службы. В них участвуют 195 студентов-торокурсников. Сборы равняются. Смирно. Равнение на средину. Знакомиться с армейской жизнью молодые люди будут в течение пяти дней. Занятия со студентами проводят спасатели, волонтеры-медики, общественники, работники военкомата и офицеры запаса. Будущие защитники отечества сдадут нормы ГТО, пройдут курсы оказания первой помощи, а также преодолеют лыжную трассу. Но главное узнают основы военной службы. В программе строевая, тактическая и огневая подготовка. Так студенты в том числе научатся собирать и разбирать автомат. Автомат Калашников. Данный образец 47-го года. Практически самый первый автомат нашего легендарного конструктора. В управлении по делам семьи и молодежи запустили новое мобильное приложение «Ты куда?». Приложение призвано упростить жизнь родителей и школьников. Через специальную программу можно спланировать отдых в детском оздоровительном лагере, а также закрепить за ребенком рабочее место в летний период. Для этого в приложении нужно выбрать вид занятости, учреждение или лагерь, а затем прикрепить документы и при необходимости внести оплату. Само приложение бесплатное. Оно доступно как для андроидов, так и iOS. Программу уже скачали сотни семей Ноябрьска. Обязательным условием является подключение пуш-уведомлений. То есть если вы скачаете, будете пользоваться этим приложением, подавать заявки, производить оплату за проезд организованных групп детей, без подписания пуш-уведомлений у вас не будет обратной связи от модераторов. При подключении пуш-уведомлений вам обязательно придет сообщение, о следующем этапе оказания услуги. Ну, к примеру, например, родительское собрание по оргвопросам состоится по такому-то адресу в такое-то время. В современной технологии беспилотники специалисты «Газпромнефти» рассказали и показали, как сегодня ищут нефть. Ролик появился в официальной группе компаний ВКонтакте. Один из традиционных методов поиска – сейсморазведка. Она определяет глубину и свойства горных пород. С помощью этих данных создают модель залежей. Еще один метод – так называемый поиск по молекулярному следу. Используют специальные капсулы – сорбер, если концентрация газов высокая, участок перспективный. Помогает даже изучение гравитационного поля Земли. Если оно высокое, то вероятность найти нефть минимальная. Ну и, конечно, в отрасли популярные дроны беспилотники собирают информацию о рельефе. Позже все это преобразует цифровую модель. Газпром Нефть, Яндекс и международная компания JetBrains запускают бесплатную образовательную программу по робототехнике. Она рассчитана на два года, старт уже в сентябре. За это время студентов научат создавать алгоритмы, обучать программированию и не только. Плюс участники смогут проявить себя в реальных проектах. По прогнозам, уже к 2030 году только для нефтегазовой отрасли понадобится около миллиона роботов. А значит, нужны и специалисты. Занятия пройдут в Санкт-Петербурге и в Новосибирске. Есть и дистанционное обучение. Чтобы стать участником программы, нужно пройти вступительные испытания. Онлайн-тест, экзамен и собеседование. Заявки принимают до 10 апреля. Золотое сечение открывает талант и межрегиональный конкурс собрал воспитанников школы искусств со всего Ямала. Два дня ребята выполняли академический рисунок о тонкостях изобразительного искусства и тернистом пути в мир живописи в следующем материале. В камерной обстановке в окружении античных скульптур с претензией на богемность. Юные художники оттачивают мастерство, стачивая не один карандаш. Позади титанический труд. Два дня работы и почти восемь академических часов. На рисунках голова древнегреческой женщины. Такая прекрасная и такая разная. Масштаб, светотень и тушевка. У каждого автора свой нажим и детализация. Но единая для всех параллель – золотое сечение. Гармония пропорций – главный компонент красоты. Здесь нужно знать анатомию, хотя бы базовое расположение мышц. И построение здесь намного сложнее, поскольку плоскостей и их отношений намного больше. Золотое сечение конкурс-выставка проходит в седьмой раз. Самые талантливые воспитанники окружных школ искусств демонстрируют академический рисунок. Это основа, без которой нет входа в избранный мир большого искусства. При помощи такого средства выражения в рисунке, как штриховка, ребята создают объем, показывают пространство. То есть это главная задача рисунка. Карандаш простой от природы, но им создают шедевры. Графичность и скупость цветов компенсируют реалистичность. Юным же художникам в силу возраста ближе акварель. Я больше по краскам, честно. Рисунок требует усидчивости и аккуратности. А я другой человек по темпераменту. Таланта мало, необходима старательность. Оттого среди воспитанников художественных школ так мало мальчиков, отмечают педагоги. Никита Шмаков в будущем хочет стать преподавателем. Мир искусства богат и сложен, говорит юноша, и ты в нем творец. Он передает то, чего нельзя передавать словами, либо же чем-то другим, например, той же самой музыкой. Интересно учить новое поколение, да самому учиться вместе с ними. На конкурс ребята привезли свои работы. Посвященная «Северу» выставка впечатлила не только гостей, но и жюри. Столичные эксперты дали детям мастер-классы в числе интересных в создании комиксов. Мы делали с взрослыми детьми одностраничные комиксы по хайку. И с моей точки зрения получилось любопытно. Есть занятные решения. Так что мне кажется, что в этом есть отцел. В искусстве, как и в спорте, есть свои правила. Лучших определяли по шкале критериев. Для, скажем, непрофессионала это достаточно трудная задача. Ему может понравиться или не понравиться. Но мы, как профессиональные зрители, должны определить все-таки достоинства этого произведения. По итогам конкурса в каждой возрастной группе, а их было четыре, присудили звание лауреатов различных степеней. Среди победителей много ноябрьцев. Гран-при жюри решило не присуждать. Слишком сложен был выбор. Так много талантливых работ. Айгуль Тушблатова, Виталий Киргинцев. Ноябрьск, 24. В Салихарде проходит форум коренных малочисленных народов. Собрались представители северных территорий, Сибири и Дальнего Востока, более 300 участников. Для тех, кто не смог приехать, организована онлайн-трансляция. Ямальцы делятся своим опытом, обсуждают и вопросы, которые планируют урегулировать на законодательном уровне. К примеру, создание приоритетных условий для представителей коренных народов в рыболовстве и охоте, сохранении самобытности, развитии национальных видов спорта. Форум проводится второй раз. Первый состоялся в 2017 году, также в Салихарде. Четыре ямальских города вошли в число наиболее комфортных в стране. Об этом сообщили в региональном правительстве со ссылкой на Минстрой России. Опубликованы результаты индекса качества городской среды за 2020 год. Салихард, Надым, Таркасале и Губкинский признаны городами с благоприятной средой. Оценка проводилась по нескольким критериям – безопасность, комфортность, экологичность, современность и эффективность управления. Еще один из критериев – вовлечение граждан в принятие решений по вопросам городского развития. В Сургуте завершился открытый всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти геолога-первопроходца Фармана Салманова. На состязаниях встретились больше ста участников. В «Ноябрьск» представляли воспитанники спортивной школы «Олимпийц». В итоге в нашей копилке три первых места, четыре вторых и два третьих. Тренируются спортсмены под руководством Игоря Михаила и Павла Карповых, а также и Мамуддина Валиева. Воспитатели из «Ноябрьска» появятся на федеральных телеканалах. Команда КВНПК, которую они организовали вместе со специалистами Центра «Современник», попала в телевизионную лигу. Такую возможность команда получила благодаря выступлению на фестивале «Кивин-2021». Центра «Тивилизионная лига» была учреждена в 2013 году и считается четвертой по статусу в Международном союзе КЛН. Раньше ее игры проходили в Минске, теперь официальной площадкой стал Смоленск. В ней играют в том числе команды высшей и премьер-лиги. Еще больше новостей на сайте ноябрск24.ру и в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова